здравствуйте дорогие зрители рада приветствовать вас на своем канале мы друзья находимся в киевской области город макаров 2024 год 2 декада мая вот такие вот мы подготовили грядки для лука exhibition для лука порей дальше вам покажу какой грунт мы носили сначала я поставила доски высота в среднем 30 сантиметров такая же будет у нас глубина грунта вот мы создавали компост на протяжении семи лет не чистили добавляла байкал туда постоянно проливала водой накрывала пленкой и вот он понадобился нам вот в такие вот как бы теплые грядки деревянные короба то есть деревянные доски по бокам как я сказала высота 30 сантиметров я добавила компост брала его самого низу он уже там перепрел очень хорошо мы на протяжении четырех или пяти лет занимались перепелами инкубировали птицу поэтому вот после инкубации остается яичная скорлупа и вот все конечно мы выбрасывали в компост на но все перепревала перегнивала повторяю добавляла байкал и компост получился очень рыхлый сейчас он нам нас очень выручит как видите мы сделали вот такие вот досточки и вынимаем доски сначала все вверх потом я опустила три досточки чтобы я могла спокойно снизу выбирать и вверх не заваливался он как бы держится очень удобно мне муж сделал мне очень понравилось поэтому одну третью короба мы высыпали засыпали вот таким вот компостом потом второй слой получился у нас одна треть короба песок визуально все так вот на глаз естественно все засыпали оформляли песок обычный вот так потихоньку добавляли по всей длине потом я так чтобы мне было удобнее за каждым слоем потому что еще будут добавляться один слой я вот так вот все перемешивала так оно легче начинаешь как бы вот от края и потихоньку лопаткой переворачивала также друзья добавляем нитро амафоску или любой другой нпк желательно равновеску можно мастер 20-20-20 также опять же просто вот визуально на глаз вот пожменьки вот так вот идете себе и просыпаете все это удобрение нам поможет в дальнейшем уже когда лук уже будут хорошо развиваться будут уже брать из почвы питания самостоятельно и как раз нам это удобрение в почве и понадобится также друзья я все его перемешиваю пока там вот подвозят нам торф обычную обычную верховую землю вот которая у вас в саду или где-то на огороде обычный наш грунт и торф третий слой уже будем заполнять вот таким вот торфа грунтом подготавливаем каплю каплю я подключу от томатов обычная капля шаг 10 сантиметров то есть через каждых 10 сантиметров идет пролив потому что лук будем высаживать в среднем через расстояние будет растение от растения где-то через 15-20 сантиметров потом дальнейшем в эту грядку можно будет постепенно добавлять только вот компост или вот перегной почва будет оставаться рыхлая очень хорошая также подходит для высадки клубники капусты перца томатов огурцов как раз вот сетка идет рядом очень удобно поэтому используйте клаптик земли по максимуму вот так вот я подключаю каплю от томатов идет одна бочка куб на 1000 литров будут проливаться томаты и будет проливаться заодно и лук везде ставлю краники также проливаю по центру идут у нас перстиковые деревья я их проливаю реже поэтому везде любом случае есть краны ну вначале вот когда грунт проливала обильно то потом пришлось переключить и пустить трубку глухую у меня была там трубка глухая для малины когда-то был была здесь было два ряда малины я ее со временем убрала сложно реализовать за один раз ведро ведро малины выбирала где-то в среднем через два дня и для макарова рынок сбыта слабый а ехать в киев с ведром ты же вы же не поедете конечно мы все в лоточке аккуратно ну занималась несколько лет сбыт меня не устраивал поэтому также и ежевика в этом плане не получилось у меня поэтому перешли на голубику так как она лучше сохраняется более транспортабельная поэтому этот край решили использовать пока в таком направлении а дальше посмотрим понравится будем выращивать для себя лук лук употребляем мы много больше чем картошки поэтому очень хвалят этот лук эксибишен очень крупный вырастает лук порей у меня есть видео я вам показывала превосходный овощ мне очень нравится также будем высаживать и лук порей лук эксибишен и лук порей я буду высаживать через рассаду поэтому дальше вам объясню расскажу как вы видите был третий грунт добавлен торф и обычная вот земля также все перемешиваем закладываем уже капельную ленту накрываю агро тканью и буду делать дырочки среднем через 15-20 сантиметров вот так выглядит рассада кому интересно есть видео на канале оставлю ссылочку под видео в описании как я проводила посев лука высеивала вот такой вот кашпо каждую семечку отдельно но это касается лука эксибишен лук порей ялтинский лук у меня там был еще были семена домашние красный салатный и белый салатный лук то я просто так вот посеяла и не отделяла вот лук эксибишен первый раз я его выращиваю то я уже так каждую семечку отдельно хочу посмотреть что получится чтобы он менее травмировался лучше развивался и максимально вырос посмотрим люди практикуют каждую семечку отдельно прям вот стакан глубокий стакан потому что корни у них длинненькие и так и высаживают вот как томаты то лук достигает в среднем килограмм плюс минус ну посмотрим что у меня получится поэтому я вот так вот аккуратненько достаю и буду высаживать в луночку высаживаем в луночку ровно так по глубине как он у вас сейчас сидит вот в земле то есть не заглубляем скажем так вот шейку как она есть у вас вот так и высаживайте ее уже на постоянную грядку лучок я выращивала как рассаду без подсветки просто на подоконнике в процессе роста подстригала 3-4 раза то есть перышки вот уже переросли в среднем где-то 10-15 сантиметров и я вот подстригала его держала вот такую вот примерно длину эксибишен на стрижку очень хорошо реагирует а вот крымский лук салатный розовый красный меня повторяю я выращивала без подсветки то на стрижку сразу вот после первой стрижки крымские луки салатный обычные вот красный салатный белый сразу перо поникла и пропала мне пришлось пересеивать и крымский лук я пересеяла и салатный лук пересеяла потом я уже стрижку не проводила и он уже хоть как-то развивался возможно без потому что без подсветки на подоконниках не очень светло потом я перенесла вообще в летнюю кухню не отапливаемую может быть не были созданы вот такие вот идеальные условия поэтому у меня такая история ну а вот лук эксибишен он на стрижку замечательно реагировал он в принципе не менял своего настроения скажем так но перо не очень устойчивая вот как вы видите да вот как-то вот не держит он форму а вот лук порей на стрижку также реагирует превосходно подстригала его постоянно как только вот чуть отрос набирал он рост очень активно без подсветки и такой вот он стойкий прекрасно вот как рассада развивался мне понравилось поэтому высадила его посмотрим также как он будет развиваться вот в таких условиях потому что у меня есть видео я просто высеивала лук порей между рядьях где томаты ой так это просто чудо он и в зиму у меня ушел зимы были не холодные и по весне стал развиваться ну просто чудо головки были очень толстые такие вот даже вот где-то в диаметре наверное до 3-5 сантиметров лук до хотел очень вкусный сладкий посмотрим повторяю что у нас получится с эксибишиным друзья поэтому подписывайтесь на канал будем выращивать вместе наблюдать за развитием активно сейчас поливаю каждый день включаю бочку и проливаю грунт буду проливать первые 7 дней каждый день а а потом уже посмотрю ну буду стараться постоянно держать грунт влажный процессе развития и роста рассады я носила удобрения 13 40 13 фосфорные вот поэтому дальше будут также раз в 10 дней носить удобрения сначала фосфорные потом равновеску потом калийная буду все-таки понемножку в каплю добавлять так как я помидоры удобряю и буду крайник включать периодически проливать и лучок посмотрим вот обрабатывать пока еще не знаю буду или нет еще не приняла решение посмотрю как будет развиваться все видео буду снимать показывать друзья это уже идет высадка лука порей рядышком короб также высаживаем лук порей не углубляем точно так же вот как он сидел у нас в грунте как рассада развивался вот так вот стараемся его и посадить буквально немножечко придавили все она водичкой будет поливаться и вода сделает свое дело она все утрамбует все расставит по своим местам все лук мы посадили также немножко там в конце я посадила крымский лучок посмотрим как будет развиваться и высадила салатный белый салатный красный лук с левой стороны понемногу у меня там была рассада я ее посадила будем смотреть наблюдать пусть растет развивается если у кого-то нет вот такой затеняющий сетки то и вывод может произведете посадку где-то вот в поле то конечно если есть возможность поставить дуги и немножко притянить или тонким акроволокном вот тридцаточка как я вот томаты притеняю или вот такой же затеняющий сеткой можно кинуть ее на дуги придавить кирпичиками так лучок будет еще лучше вначале развиваться но потом конечно уже когда он уже окрепнет будет уже перышко подниматься вверх тянутся к солнышку тогда уже можно затенение убрать ну что ж мои дорогие не забудьте подписаться на канал впереди будет еще очень много интересного включайте колокольчик до новых встреч друзья пока пока а СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА